Еще раз, еще раз доброе утро, дорогие радиослушатели, волны 107.1 и примкнувшие к ним с числа домохозяек, может быть, ну, мало ли кто. Охранники смотрят, преподаватели, которых нет уроков, смотрят, телезрители канала Саха-24, который вещает на город Якутск. С вами рубрика Якутск сегодня и еще раз с праздниками, с днем согласия и примирения, в первую очередь, и с днем якутского радио, которое прямо сегодня, 7 ноября. И вот буквально в праздничном джингле, который был посвящен данной дате, прозвучало от хорошо говорящих ведущих, с этим у нас проблем нет. Вот самое главное, чтобы выступающие гости у нас были хорошо говорящие, интересные, и информация, которая исходит от них, была полезна всему обществу, чего я всем нашим коллегам и желаю. И сегодня у нас в рубрике Якутск сегодня, давайте я вот лирику такую начну. На прошлой неделе многие пользователи интернета с ужасом, возможно, да, кто-то, я не знаю, вряд ли кто с злорадством, прочитали информацию о том, что глава Свердловской области объявил локально в городе Екатеринбург эпидемию ВИЧ. То есть цифры, которые, скажем так, установлены для определения данного явления эпидемии, они в данном населенном пункте, в данном муниципалитете Екатеринбурге вышли за пределы, которые установлены для этого явления эпидемии. Вот, и прозвучал вопрос такой, а возможно ли у нас в Якутии вот ситуация, такая вот ситуация. И вот наш гость, главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбы со СПИДом, Анатолий Александрович Кожевников, прям замечательную фразу, успокаивающую такую, сказал. Успокаивающую фразу сказал, в Екатеринбурге ситуация понятна, там наркомания, а наркотики там, где деньги. У нас же не повезут, черепчет, что на балбахе, что ли, обменивать. Знаете, вот одна фраза умело сказанная, она успокаивает, ну не то, чтобы расслабляет, а, скажем так, настраивает на более-менее медную тонну. Но объективный, поправьте, пожалуйста, Анатолий Александрович, чтобы эстетичный был, да, вот так вот, ага, как военные пилоты у нас. Давайте, все-таки цифры у нас категория объективная, да, и поехали. Почему у нас все-таки Екатеринбург само дефолтнулся в этом направлении? Ну, надо сказать, что в том году Россия, во-первых, отметила, так сказать, рубеж в 1 миллион случаев заболевания. На сегодня у нас, на 30 июня 2016 года по России 1 миллион 62 тысячи с копейками выявлено новых случаев ВИЧ-инфекции. Это каждые 150-е, примерно? Да, примерно так получается. В среднем по стране? В среднем по стране. Ну, есть такие области, где эта цифра очень такая удручающая. Например, Иркутская область, там на 100 тысяч населения почти 1600 случаев. В Кемерово тоже на 100 тысяч населения 1568, Самарское 1400 и так далее. Значит, ну, 20 таких регионов, которые уже перекрыли этот показатель. Ну, для у нас в республике этот показатель 98. Значит, ну, соотношение такое, конечно, полторы тысячи и 98 тоже вроде бы на спокойный лад нас настраивает. По Дальнему Востоку мы занимаем третье место по количеству ВИЧ-инфицированных выявленных на территории. То есть, не по относительным показателям, по относительным мы пятое место занимаем, а по абсолютным цифрам мы занимаем третье место. Третье место, это в Дальнем Востоке? Да, по Дальнему Восточному округу. Но, Антон Александрович, все-таки, поскольку Ваше учреждение, оно республиканское, мы не можем забыть про тревожную ситуацию в Мирном. Да, ну, она не только в Мирном, но у нас вот такие эти районы в Миринском 352. То есть, от республиканской получается в 3,5 раза увеличение. В Нерингринском 143, в Аймеконском 346, в Ленском 300. То есть, эти территории более поражены. Ну, вот посмотрите, это все Алданский, Нерингринский, Аймеконский, Миринский район. Это промышленные районы, там, где все-таки уровень жизни довольно высокий. И, как бы, население, в том числе и юноши, и девушки, имеют очень приличные деньги, расходные деньги им родители дают, да, на всякие расходы. И, конечно, вот мою фразу, которую вы сказали, ну, это так, конечно, было не для эфира, но вы ее озвучили. Это понятно, что наркотрафик пойдет туда, где деньги, да, где деньги, где можно их быстро продать и быстро получить какую-то выгоду. А в сельские районы, значит, ну, это уже проблемно. Во-первых, там и людей всех видно. Поэтому такая ситуация, как в Екатеринбурге и в Свердловской области, объявили-то не Екатеринбург, а все вместе, Свердловская область, да. Такая ситуация у нас, скорее всего, не повторится, поскольку он традиционно, вот, Екатеринбург и область были одним и остаются пока еще основным наркотрафиком со Средней Азии, который дальше идет уже по России, не только в сторону Москвы, но и в сторону Востока. Значит, как за Урал и до Урала, туда и сюда идет. И ситуация, которая сложилась там, у них, будем говорить, преобладающий путь это наркотический. Но сам процесс, эпид-процесс, если вы меня спросите, чем отличается от якутской, он эпид-процесс сейчас не отличается. Почему? Потому что идет феминизация процессов. То есть, молодые эти наркоманки заражаются или молодые наркоманы ведут половой образ. Ведь наркоман это не тот, в нашем представлении, это который с топором или там, не знаю, с чем-то, с пеной у рта, со стеклянными глазами. Наркоман ВИЧ можно заразиться от одной инъекции. И то есть, нормальный человек, особенно, когда на первых стадиях, первый прием, он довольно коммуникабельный, веселый и так далее. И девушки ведутся, значит, к таким, с такими. Потом узнают, что он ВИЧ-инфицированный, прекращают все с ним связи. И нормальная девушка из нормальной семьи, естественно, это природа, начинается половая жизнь, она не зная о том, что она ВИЧ-инфицирована, заражает своего партнера. К сожалению, признаков, которых бы люди знали, что вот если вот такой признак, то это ВИЧ-инфицированный, нет. Они ничем не отличаются от обычных людей. — Анатолий Александрович, ну, все-таки вот мы упомянули про Мышины, я не сказал, что не Ленгринский или Алганский район, такие уж цветущие по сравнению, допустим, с Тимжинамским, да? Но была также информация по АМГе пару лет назад. — Да, там был случай, ну, это вот кто-то попытки завести и так далее. Это, наверное, наркому нужно будет полицию, так сказать, в то время она была. Они занимались, как и что попало. У нас также в Аймекон, вот, например, попало это с Магадана, вспышка идет, и у них вот относительный показатель очень высокий. И вот только недавно мирный перегнал, считалось, что вот мирный, а по относительным показателям шел все вот эти годы, порядка девяти лет, и Аймеконский район. — Это Уснера? — Да, Уснера. Потому что им с Магадана тогда еще завозили, ту вспышку мы хорошо изучили, попала партия зараженных шприцов. То есть в шприцах уже завозили готовый наркотик. Поэтому вот такая ситуация. По-мирному была ситуация тоже наркотическая в нулевые годы, когда очень сильная была вспышка. Ну, для наших условий вспышка там, конечно, не о сотнях разговор шел, а о десятках разговор шел. И глава Миринской администрации, там у нас свой филиал был, провели очень большую работу. И в том числе это было программами в снижении вреда. Работали это когда, чем, чтобы наркоман одним шприцом не кололся, раз уж он колется, чтобы они по кругу его не пускали. Была программа раздачи, бесплатная раздача. Это была очень тяжелая работа. Во-первых, доверие нужно было у наркоманов найти. И вот они программа обмена шприца. То есть он приносил использованный шприц, получал шприц стерильный. И вот эта программа помогла нам в течение четырех лет сбить. В Мирном сейчас в основном тоже идет половой, хотя есть и наркотический, но и половой путь. И у нас в республике сейчас новые случаи преобладает половой путь передачи. Я вот вам все-таки хочу досказать ту мысль, что ушло в общество. Почему? Потому что феминизация процесса. Если раньше из пяти выявленных ВИЧ-инфекций четыре это были мужчины и одна женщина, то сейчас эта пропорция ровно как раз поменялась. То есть четыре женщины и один мужчина? Да, чаще всего так бывает. По месяцам там разно, как бывает. Но уже количество женщин ВИЧ-инфицированных становится больше. Женщины более подвержены силу физиологии, поскольку заразный материал остается у нее в организме после таких необдуманных контактов. И они чаще заражаются. Или заражают их мужья. Для этого необходимо, я опережаю вопросы, может быть, какие это будут самые надежные средства, конечно, это программа воспитания. И то, что моралисты выступают против, чтобы люди знали о том, чем предотвратить заражение, это какое-то ханжество. Потому что если мы знаем, что презерватив это единственное средство, которое позволяет, если при необдуманных каких-то этих случайных половых контактах, причем презерватив купленный не в киоске, где продают сигареты, ну или не сигареты, там, не знаю, напитки, на окне висит, на стекле висит презерватив, а взятые в аптеке, поскольку к ним тоже, как к медицинскому изделию, есть свои условия, как сказать, хранения, значит, так. И правильное использование презервативов – это стопроцентная гарантия. Ни в одной стране мира не доказано, что ВИЧ-инфекция может передаться при правильном и нормальном использовании презерватива. Ни одного случая не зафиксировано. И вот на вот этой, чуть бы он не сказал, презервативной ноте мы прерываемся на рекламу и поговорим о медицинских аспектах сразу после нее. Мы закончили первый блок нашего разговора с Анатолием Александровичем Кожевниковым, главным врачом Евроспубликанского центра по профилактике и, самое главное, по борьбе со СПИДом, на такой задорной, можно сказать, ноте, да, то, что правильное использование презервативов. Как ни странно, мой коллега Иван Луцкан в свое время, когда будущий общественником раздавал презервативы, был прав, получается, да? Да, был прав. Был прав. Хорошо. Давайте поговорим о медицинских аспектах. Вот интересный факт, который вы сказали мне до эфира. То есть, если врач, допустим, период во время операции или где-нибудь имеет контакт с заболевшим, у него есть 72 часа для того, чтобы избежать последствий. Антидот все-таки есть. Да, вот еще о чем хочу сказать, что мы, сконцентрировать внимание, что сейчас кто-то может сказать, что меня это не коснется, это будет большая самонадеятельность. В группе риска все, абсолютно все. Начиная от простых людей, политиков, не знаю, ученых и так далее, все в группе риска. Поскольку мы закончили на том, что все-таки идет феминизация процесса, и половой путь передачи становится большим. Второй важный аспект, то, что медицинские, как бы, вот вы фразу сказали перед эфиром, что притупилось, притупилось внимание. С одной стороны, это хорошо, поскольку ВИЧ-инфицированные, это уже часть нашего общества. Мы не можем сказать, что вот это маргиналы. И сгои какие-то. Да, а вот это вот, поскольку даже по нашему составу, который у нас есть, у нас есть и с высшим образованием, ну, в общем, и начальники, и неначальники, и все прочее. И небольшая группа, конечно, тех, которые, ну, как бы... Асоциальных. Асоциальных. Это в основном наркоманы. И ситуация... Это, ну, как бы, хорошо, что меньше внимания, и тем более у нас сохраняется анонимность, мы не имеем права мужу сказать, что у него жена ВИЧ-инфицированная, или наоборот. Это уже каждый ВИЧ-инфицированный, когда восстанавливается диагноз, он дает подписку о том, что он предупрежден об уголовной ответственности, что в случае, если он заразит кого-то, не сообщив ему о своем статусе. Значит, дальше идет ситуация. У нас очень много парикмахерских, там, не знаю, маникюров, тату и всего прочего. Дело в том, что, конечно, вот я, у меня уже 40 с лишним лет врачебного стажа, я очень недоволен, то, что вот Роспотребнадзор перестал быть, когда была санэпидстанция. Все-таки тогда было больше порядка, и сейчас нужно, там, за месяц предупредить, там, или за полгода предупредить, что в этом году вот эту парикмахерскую, там, не знаю, или этот салон придут проверять. У них нет, допустим, ультразвукового, там, стерилизатора, инструментария. Она пойдет к своей подружке, скажет, так, у меня вот 15-го, там, 16-го будет проверка, поэтому ты мне дай, та приносит. Они приходят проверять, все у нее есть, придраться формально ни к чему. То есть вот этот путь передачи, да, парикмахерские, эти салоны, тату, частные клиники тоже могут не соблюдать в связи с тем, что если даже вот тот же аппарат ФГДС, ну, специально нужно обрабатывать, ну, более углубленно, значит, то здесь могут, ну, пренебречь этому. Вот с этой стороны острота, которая пропала у нас, да, что вот истерики нету, как вы говорите, да, она мешает, что вот тут надо все равно, поскольку уже нету, что вот если поступил, ну, будем говорить, неряшливый больной, вот надо три маски одеть, пять перчаток одеть и пойти к нему, или холеный больной, которого, ну, как, это же такой же, это же уважаемый, там, и все прочее. Относиться нужно к себе. Медики, получается, здесь и сами себя не могут защитить. Десять случаев в 2015 году в России произошло, значит, заражение медицинскими работниками и три случая заражения самих медицинских работников во время оказания медицинской помощи. Как раз вот этот фактор, ну, небрежности, остроты нету. Даже поранился там этот или брызнула кровь на открытый участок где-то и не проводится. И вот подходим к этим 72 часам. Если вдруг во время операции, там, ну, не знаю, манипуляции, или укололилась иглой медсестра там и так далее, немедленно нужно это все фиксировать и сообщать своему руководству. В каждой больнице есть медикаменты, и их эффективность это в течение 72 часов. Если в течение 72 часов начато лечение, да, ну, чем раньше, тем это 100% будет, если с первых минут, если знает уже ВИЧ-статус этого пациента. С первых минут это уже 100% будет, а там в зависимости от вирусной нагрузки. Но это вот тоже самое не всегда используется. Ну, не обращают внимания. Ну, что там маленький порез? Ну, по ряду факторов, да? Да. Анатолий Александрович, все-таки и к страшилкам нашего города. Вот у нас с определенной периодичностью всплывает по WhatsApp особенно, да, информация такая. Некая молодая девушка, которая там таскает с собой шприцы и колет всех подряд. Ну, я как-то уже... Это городские легенды, скорее, уже, да, статусы? Это не городские, это уже и российские. То в одном городе, то в другом появляется. И вот мы, специалисты, даже как-то, когда первое появилось, это лет, наверное, 9 назад, долго рассуждали на своем всероссийском совещании, думали, пришли к выводу. И как бы он и подтверждается. Это, в основном, не добросовестные, не целомудренные, или, как сказать-то слово, подобрать неверные. Вот так вот. Супруг, допустим, где-то он там получил, чтобы оправдать свой... Потом дошло до него, а вдруг, а я же не знаю, какая она, а что, я не защищался. Прихожу домой и говорю, зараза, знаешь, кто-то шприцом прямо мне кольнул в этот. Ну и все, там, да, дуру всякие бывают, ну и там примерно или дура, или дурак там бывает. И потом, не дай бог, когда у меня выявили ВИЧ, то как бы я реабилитирован перед супругой. А ты помнишь, я тебе три года назад говорил, меня кольнули? Так вот это откуда пошло. Так что это легенды. Это легенды. И такой, самый пессимистичный вопрос. Вот если выявлен все-таки положительный статус ВИЧ, повод ли это сразу заказывать себе и катафалки, и все прочее? Абсолютно нет. Вот сейчас я был на всемирной конференции по ВИЧ, ну, по ВИЧ-эгипотитам, правда, была. И выявили математические модели из того процесса, который сейчас, когда начали люди лечения. До 78 лет спокойно живут, значит, без проблем, если вовремя получают лечение и все прочее. И у нас есть такие примеры, когда одного больного, мы вот, слава богу, что начался нацпроект, его заразила супруга, вот, он уже, мы его практически, вот, старый центр спит на руках, заносили на осмотр, вот, лифта там не было. И заработал национальный проект, адекватное лечение началось ему. После этого он сейчас, ну, вот, когда стал, он построил себе двухэтажный коттедж, сам, воспитал двух девочек, и сейчас уже, по-моему, стал дедушкой. То есть, это совершенно никаких вопрос о белых тапочках, здесь нужно обращаться, естественно, в центре спит, в центре спит. Он руководит отсюда всем лечением, где бы ни был человек, в Аллаехе, в Тикси, в Чикурдахе, в Чурапче, в Вамге, там, отсюда назначается лечение, и местные врачи уже под контролем местных врачей проводятся лечения. Хорошо, и тогда, подытоживая, скажем так, итог, ну, математической, скажем так, составляющей, вот, ситуации в Свердловской области у нас нет. Но, тем не менее, расслабляться не стоит, поскольку, ну, скажем, механизмы распространения уже вышли за пределы тех, которые были присущи, ну, скажем так, это мы лет, допустим, лет 10-15 говорили, что раз ВИЧ, значит, или проститутка, или наркоман, или что-то вроде. Сейчас может и абсолютно респектабельный, скажем так, солидный гражданин быть в статусе ВИЧ-инфицированного. Причем любого возраста. Причем любого возраста. Да, вот у нас в одном из населенных пунктов в том году была, ну, такая мини-вспышка, 6 человек. Так вот, у истоков стояла 58-летняя женщина. О, времена у нрава. Да. Остается воскликнуть и, ну, не знаю. Все-таки плохо осознавать, что ты вне зависимости от своих, там, ведешь ли ты здоровый образ жизни, не ведешь здоровый образ жизни. Все-таки еще раз. Волосы и бороду брить мы ходим все. Все, ФГДС, скажем так, вынуждены делать раз с определенной периодичностью, если у тебя все-таки сопутствующие заболевания, такие как гастрит или язвы, все. К стоматологу сходим все. Не всегда мы ходим к проверенным, там, не сказать, что сертифицированным, да, вполне заслуживающим доверия врачам. Ну, это не должна фобию порождать, это призыв ко всем быть более ответственным. Не забывать, что есть такая болезнь, грозная болезнь есть, но против которой, в принципе, есть и лечение, и меры предотвращения есть. Вот это не забывать. И себя защищать, и других постараться, если заболел, чтобы их миновала эта чаша. И от себя добавлю, что все-таки прав был покойный Майкл Джексон, когда запирался в барокамере, да? Да. Вел абсолютно, скажем так. Ну, он от всех бактерий, это как раз фобия, которая навряд ли качество жизни улучшит. 250, да, процентов вероятности того, что это... Хорошо, с нами сегодня был Анатолий Александрович Кожевников, главный врач Республиканского центра по профилактике борьбы со СПИДом. Это был Якутск Сегодня, с вами был Дмитрий Оргунов, увидимся ровно через неделю. Анатолий Александрович Кожевников, главный врач Республиканского центра по профилактике борьбы со СПИДом.